Экспонаты из металлолома. Такая необычная выставка из удивительных скульптур открылась в Белгороднестровском краеведческом музее. Здесь можно не только рассмотреть экспонаты, но и поучаствовать в их создании. Автор железной выставки – известный одесский скульптор Кирилл Максименко. Его креативная трансформация ослуживших металлических фрагментов в объекты и скульптуры современного искусства позволяет давать вторую жизнь предметам, дополнительно заботясь об экологии. Так что это еще и перспективный экологический проект. По большому счету мы ничего кроме мусора не производим, потому что все, что мы производим, все равно отправляется в мусор. И мне кажется, чем более мы развиваемся, тем больше мусора мы производим. Сегодня я хотел поблагодарить в первую очередь работников музея и горожан за то, что, на самом деле я волнуюсь, переживаю. Я люблю и гореть. Я не люблю выставки, и выставки были очень давно в Одессе. И эта первая выставка запустила технику в шесть, наверное. Потому что на выставку в Одессе приходят одни и те же люди, и с одной и той же цель. Или поздороваться, или выпить вина, или еще что-то. А здесь вот все пришли посмотреть то, что никогда не видели. И, мало того, я постараюсь дать вам возможность в течение недели поучаствовать со мной в создании арт-объекта, который не останется в этом городе. То есть каждый из вас может подойти и приварить детали. Может привезти в свою деталь. Если у кого-то есть. Отметим, что познакомиться со скульптором и принять участие в мастер-классах по оживлению неодушевленных вещей смогут все желающие, а также ученические и студенческие группы в будние дни с 1 по 4 июня. Для получения полноценных, незабываемых эмоций особенно приветствуется символический металлоломный вклад, например, старые ложки, вилки, кастрюли или пружины. Всего в экспозиции представлено более 20 работ автора, как уже известных, так и новых. Экспонаты выполнены в свойственной Максименко технике из металлолома. Для их создания автор использует детали от автомобилей и садовый инвентарь, гвозди и прочий лом. Присоединяйтесь к авторским идеям, чтобы вместе сохранить для потомков нашу планету чистой. Выставка продлится до 6 июня.